Добро здоровиться, уважаемые посетители канала Сейчас пройдемся по комментариям и упоминаниям Такой экспресс у нас будет Первый у нас стоит час назад Сергей почитает книги Семеновой о раздельном питании Она открытым текстом описывает о порочности смешанного питания Пока потребляем смешанное питание, нет даже речи о здоровье Я, знаете, становлюсь благодаря вам таким беспристрастным Я тоже это писал Питание, вы можете узнать О питании Но что бы я хотел сказать отдельно Серджу, понимаете, Серджу сказать отдельно Еще моя мама, моя мама Она говорила следующее Говорит, ну сынок, ну что там ты вот, что-то Учишься плохо, то у тебя Значит, голову вытащим, хвост завязнет Хвост вытащим, голова завязнет Вот смотрите, я сказал, что можно там вот так-то, вот так-то, вот так-то питаться То есть на начальном этапе выхода из голода Значит, вот простокваша Очень хорошо способствует этому А потом потихонечку надо начинать Ну вот у нас, смотрите, дело дошло до сливочной массы Вот он за 23 января пишет Смотрите, что получается Значит, 8 часов 150 творожной массы он съел В 11-20 100 граммов творога он съел А в 14-10 творог с инжиром он съел В 17-15 творог 100 граммов он съел В 20-35 наложил 100 граммов творога съел Позвольте, вот сколько это Я пальцы только зажал, если там по 100 граммов творога 500 граммов творога Ну это много, знаете А где там, допустим, кашку можно было съесть А где там можно было тушеные овощи съесть А где там еще что-то там, знаете, как бы разнообразие Супец уже пора какой-то употреблять То есть я советую Что, что и как Это как-то, знаете, не воспринимается Отсюда я вот, ну, делаю выводы Что не всем дано заниматься здоровым образом жизни Им говоришь, говоришь, говоришь Они как-то это, ну, не понимают Так, заканчиваем почту Завершаем почту Пошли дальше Значит, опять-таки вы не пишете кто, что Еще разок, вот нас пытаются номер какой-то присвоить И мы с этим согласны Нету вот этого какого-то, знаете, чувства собственного достоинства Ну нету его Вот назвали номером, да и все Пользователь такой-то А вот, значит, пользователь пишет А причину в листу убирать будет Или так и будет Сначала звать Потом выгонять Причина, причина А причина заключается В выполнении вот этих вот Гигиенических правил Гигиенических норм То есть, чтобы вы В первую очередь Руки у вас были чистые Далее Пища, которую вы принимаете Она должна быть обработана соответствующим образом Чтобы там не было яйца глистов этих А так, если мы, естественно, не будем ничего этого делать То паразиты Это такие существа Которые присутствуют везде И если у нас Мы не соблюдаем чистоплотность Если у нас слабая, собственно, иммунная защита Если мы пренебрегаем Какими-то нормами И правилами потребления еды То, естественно, у нас они будут постоянно И так гоним, гоним, гоним и так далее Кстати сказать Вот аскориды, если там вышли Это не значит, что Вот они вышли со всего организма Тут надо осторожно отнестись Потому что Они еще могут быть Вот эти личинки Развиваться в легких Я думаю, что Волод и там-то справляется С этими личинками Но все-таки Это дело такое Ну вот Анна Лиана пишет Как ни печально Таких фотографий у людей множество Паразиты распространены Очень, видимо Да Мир только и состоит из-за того Что Огромное количество всевозможных паразитов Нота Пишет Опять-таки Глисты дохнут Четко можно сказать рецепт Как, что и поскольку Принимать от паразитов Как бы восхищение от результатов Это понятно Тмин и гвоздика целиком Не разжевывают А рецепт До еды После Каких количеств Ничего этого нет И вот это вот написано Зря время потрачено на просмотр Рецепт День и гвозди Я Как правило До этого Уже рассказывал Про этих там Паразитов Видосов Что, что и как Как раз Какое там видео было У нас Это Секрет противопаразитарной Чистки И дальше Пошла чистка печени То есть я все рассказал Но когда человек попадает На одно видео Он естественно Вот Начинает там Он думает Что то, что было раньше Рассказано Значит А здесь просто-напросто Упомяну Значит Вот здесь должно быть Знаете Постоянно Вот это 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 Но вы же как-то Смотрите Тем более Есть ссылка На Само видео На Значит Вот этот Видос Где уже Рассказано Рецепт простой Я вот больше вам говорил Рецепт простой О котором я говорил С каждой едой Принимать И питьем Принимать Одну Тереть Три палочки Гвоздики И пять Примерно Тереть Десять Зернышек Вот вы собрали Что то поесть Грубо говоря Борща Ложку борща И только Хоп Значит Чтоб все у вас Проскочило Гвоздики И зернышек Тмина Собрались Там через Три часа Пить Допустим Чай Ага Взяли Опять таки Вот эти палочки Гвоздики И Зернышки Тмина Опять это Пошло У вас Пошло Чтоб оно Накапливалось Накапливалось И так вы Поступаете Как минимум Где-то Месяц А то Месяца два Гвоздику Можно отбросить Допустим Месяца через два А отмин Продолжать Вот я продолжаю Ежедневно В течении Уже Нескольких лет Ежедневно С утра Я съедаю Фреда Фредуст Так На видосик Зубной камень Белые точки На ногтях Пишет Белые точки На ногтях Это же Дефицит Цинка Вот знаете Я вам уже Показывал Вот они у меня Какие Знаете Ногти Я просто Любуюсь Они здоровы Знаете Изнутри Чувствуется Вот это Что там Кров Приливает Что Ну вот Прекрасно Все снабжается Это благодаря тому Что как раз Отлично Работает Костный Мозг Это очень важно Понимать Значит Смотрите Дефицит Цинка Ну вот вам Скажут Что там Дефицит Цинка Дефицит Там еще Чего-то И так далее И так далее Ну вот Как Про зубной Камень Доктор Берг Я немножко Так Камень В его огород Доктор Берг Рекомендует Если у вас Образуется Зубной Камень Или уже Образовался Вы принимаете Пищевую Соду Вы принимаете Этот самый Перекист Водорода Чтобы все Это Разрушалось И плюс Вы еще Начинаете Дальше Во втором Там он Видео Рекомендует Разного рода Витамины Поменять Вот Если Вы Наладили Просто На Просто Своё Питание Знаете Не Акцентируя Внимание Что вы Там Вот У вас Там На Какие-то Микроэлементы И так далее И так далее Просто Наладили Питание Все У вас Нормально Работает У вас Никаких Дефицитов Не возникает И вот Эти Вот Ну вот Я просто Почистил Организм То есть Специально Специально Я ничего Не добавлял Когда я Начал Заниматься Оздоровлением Я специально Ничего Не добавлял Чтобы Ага Вот Надо Вот этот Микроэлемент Добавить Надо еще Что-то Добавить Витамин Добавить Чтобы Этого Не было Я просто Напросто Смотрите Привел Организм Порядок Дефицит Цинка Может Возникать Из-за Того Что Из-за Общей Грязи В организме Ненормальной Работе Печени Тонкого Кишечника Даже Если Вы будете И цинк Этот Есть И Все Положено Он у вас Не будет Усваиваться Так Как вы Думаете Вы не Думаете Что Что-то Мы Положили Туда И это Усвоится Нет Надо Создать Условия Нормализовать Работу Организма Как только Вы Это Нормализуете Значит Никаких Дефицитов Не будет Ну вот Никаких Их Нет И кровь Нормально Вырабатывается И ногти Целые И зубы Нормальные Все Далее Спрашивают Это голодание Строгни Благодаря Ему Я остался Жив А голодали На воде Или Моче И на воде И на моче Спасибо Все Понятно Значит Смотрите Если С утра Выпивалась Допустим Там Три Глотка Дальше Там Пилась Моча Фу ты Моча С этой Мочой Задулили Все Вот Так Дальше Выпивалась Одна Вода И Делались Клизмы Очистительные Чтобы Все Это Выходило Основное Основное Это Естественно Воздержание От Пищи Для Того Чтобы Те Механизмы Которые Заложенные У нас Они На голоде Развернулись И начали Свою Целебную Работу Это Самое Главное А На воде Или Моче Ну Кому Как Лично У меня Мне Больше Это На Урине То есть На той же Моче А кто Так Что Это Так Так Секрет Против Паразитальной Очистки Печени Вот Спасибо Он пишет Спасибо Все Понятно Людмила Хаппи Это Ответ Геннадий Петрович Пожалуйста Не могли бы вы Подсчитать Какое самое Благоприятное Время Для чистки Печени В этом году С благодарностью Ваш спонсор Спасибо большое Спонсор Можно Отдельным видосом Ну вот Как раз Смотрите Отдельный видос Я сейчас Я сейчас вам Скажу Вот если У нас 23 Было Ночного Луни 23 То есть Наиболее Благоприятное Время Для Это первый Этап Для чистки Печени Это будет Это первый Этап Далее Далее Вы просто Напросто Далее Это как раз У нас Закончится Грубо говоря 15 Лунными Сутками В феврале Проходит Вот Лунный Месяц Прошел И Когда будут Следующие Лунные Лунные Сутки Где-то Там Десятые Одиннадцатые И Начинаете Чиститься Вот Это Благоприятное Время Немножечко Все-таки Надо как бы Сказать Умственно Работать Это Очень Важно Чтоб Вы Немножечко Умственно Работали И Более Того Значит Смотрите Уже Было Это Видео На Пользуйтесь Услугами Друг Друга И Р И Р Л 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 Дох Дох Выписал Вашу Книгу Жду С Нетерпением Но Вы Можете В библиотеке Почитать Все это Свободно В доступе В электронной почве Я Знаете Особо Перестал Читать Вот такие Вот Книги Я Все Это Нахожу Где-то В интернете И Читаю Там Мне Больше Нравится Текст Который Я читаю Через Планшетник Дальше Идет Сергей Матвиенко Петрович А доченьке И жене В каких Дозах И как Часто Давать Ваши Средства Из Возники Тмина И Полыни Причем Вознику Пришлось Размолоть Так как Ребенок Не проглотит Целую Полынь Естественно Тоже На кофемолке Размельчить Полынь Собирал Летом Сам Поэтому Цельных Стеблей Для Смеси Обрезал Только Соцветия И Листья От стеблей Выкинул Присылал Фото Полынь При перемалывании Дала Такой Сумасшедший Запах Который Был Слышан Во всех Комнатах И потом Пришлось Проветить Вот видите Я о чем Вам говорю Вот вы говорите О витаминах Вы говорите О травах И еще О чем А вот Такое Понятие Как Сырье Сырье Даже Знаете Нормально А какой Срок годности Как Хранилось И в итоге Мы Грубо говоря Приобретаем Там полынь Думаем Что она Будет действовать Та-та-та-та-та-та А она Уже Все действующие Вещества Улетучились И поэтому Естественно Ей нечем И работать А так Вот этот Запах Который Идет Он там Все Вот буквально Знаете Как во всей Комнате Попал В тонкий Кишечник Этот запах Все Тут Этими Фитонцидами Пропитает Пропитает Ароматическими Своими Вот этими Не маслами А ароматом А аромат Этот Как раз Является Смертельным Для разного Рода Бактерий Вирусов И естественно Паразитов Побольше Листов Ну вот Получается Что все Это дохнет Поэтому Иногда Иногда Вот тут Надо Взять Пример Сергея Он знаете Такой Мужик Хозяйственный Просто Не хватает Немножечко Знаний Но я думаю Знаний Наберется И пойдет 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 Видите Как Значит Вы смотрите Гвоздики Тминые полыни Вот ребенка Ребенок Я насколько Понял Допустим Лет 10 Значит Вы Буквально Так Одну палочку Гвоздики Даете Что там Пять Зернышек Тмина Даете И Заворачиваете В хлебный Мякиш Ну опять Таки Кстати Он любит Все взвешивать На весах Ну буквально Таки Знаете Какую-то Вот Такую Щепоточку Вот такую Буквально Щепоточку Чтобы Получилось В итоге Горошенко Полыни Которую Значит В хлебный Мякиш Гвоздика Там Подойдет Кому-то Не Подойдет И так Далее Важно Чтоб Все это Проходило Через Желудок Знаете Как бы Сказать Транзитом Ну пускай Там Она С пищей Потому Что Пока Палочка Гвоздики Набрякнет Или Там Тмин Набрякнет Или Там Даже Та же Полынь Набрякнет Она Пройдет Тонкий Кишечник А Если Все Это Принять Вот Так Вот То Это Будет Все Таки Агрессивное Воздействие На Желудок На Стенку Желудка Хотя И Доза Минимальная Но Тем И Это Вы Сразу Почувствуете Важно Чтоб Вы Еще Задоверялись Себе Я Вам Рассказываю Да Так 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 Как Я Принимаю Я Ориентируюсь По Столу Я Вам Рассказывал По Своим Ощущениям Бурчит У меня В животе Не Бурчит И Так Далее Так Далее Так Точно И Вы Должны Поступать Ориентироваться Больше Меньше Потому Что Одному Другому Меньше Многое Зависит От Возраста Индивидуальной Конституции Массы Но Это Все Пищевое Поэтому Детям Можно Давать И Наблюдать Как Они Нормальненько Нормальненько Говорят Мама Я Проглотила И Все нормально Все хорошо Вот Так Что Молодец Значит Все Смешал В одноразовых Пропорциях Закрыл Герметичную Банку Сделал Небольшое Количество Получки Всего Чтобы Не Выветривалось Вот Тут Он Очень Правильно Поступил Не Выветривалось И Давай 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 Это Очень Хорошее Во Первых Вот Эти Все Гвоздика Тмин И Полынь Это Травы Которые С одной Стороны Смотрите Разжигают Огонь Пищеварения Так Мягенько Если Они Цельные Они Не Сыпучие Разжигают Огонь Пищеварения Увеличивают Иммунитет Разрыхляют Пищу И тем Самым Способств Процессу Пищеварения Плюс Подавляют Бактериальную Микрофлору Несвойственную Нашему Организму Так Вот Кто-то Как раздел Полынь Навсегда Можно Угробить Пищеварительную Систему Особенно У ребенка Поэтому Опять-таки Все мы Разные Если Если мы Вот Даем Эту Горошинку Вот Это Правильное Замечание Горошинку Этой Полыни Да И Спрашиваем Там Доченька Сыночек Ну как Там Все нормально Все нормально Там Наблюдаем Ну Продолжаем Если же Ребенок Начинает Жаловаться Что Я не люблю Это Мне не нравится Не надо Вот Не надо Это Делать Другой Пользователь Пишет В этом Случай Только Вермакс Он И безопасен И эффективнее Или Перантел А Еще Какое-то Противопоказание Не обладает Пейте Сколько Захотите Ну Смотрите Я Ничего Не буду Говорить Здесь Знаете Хотелось бы Из чего Сделаны Эти Противопоразитарные Средства Чтобы Знать Я Не занимался Этим Поэтому Вам бы Узнать Насколько Это Все Натурально Сделано Из каких Значит Компонентов Чтобы Чтобы Действительно Работало Только Против Допустим Паразитов Но и Не травило Ваш Организм Это Важно Понимать Идем Дальше Идем Дальше Так Вот Еще Вопрос Все Это Наглистый Дох Значит Пользователь А я Молотую Гвоздику Пью А поскольку Не Молотая Пить Ну Я Только Что Ответил Одну Три Ну Регулярно Одну Три Пускай Они там Курс Сделайте Где-то Месяц Опять Ориентируйтесь По своему Собственному Самочувствию Вот Месячный Курс Это Довольно Таки Хорошо Чтобы Все Это Там Накопилось Что-то Скопилось И Начало Работать Потому Что Ну Так Как говорится Если Не будет Нужной Концентрации То Естественно Не будет Нужной Работы Поэтому Ориентируйтесь Вот так В этой Противопаразитарной Чистке Значит Молот Гвоздику Еще Говорю Молот Гвоздика Уже Уже Начинает Сильно Действовать Во рту Одно Дело Если Мы С вами Ротовую Полость Что-то Пытаемся Лечить Обеззараживать И так Далее Гланды Полоскать Другое Дело Желудок Что-то Там Такое Ну Я вам Сразу Скажу Что На Желудок Она Действует Довольно Так И Сильно Опять Так Смотря Кому Но В любом Случа Она Действует Сильно Поэтому Зачем Ее Молоть Наша Задача Чтобы Она Подействовала Не в Желудке Где Нету Никаких Глистов А Чтобы Она Подействовала В Нижних Отделах Тонкого Кишечника И В Толстом Кишечнике Вот Задача Поэтому Не надо Ее Молоть В Любом Случа Когда Вы Ее Размолите Вот Это Вы Чувствуете Вот Эти Все Эти Фитонциды Ароматические Там Вещества Вот Так Все Это Выходит А Нам Важно Чтобы Все Это Не Вышло А Вышло Там Распустился Этот Букет Гвоздичный Далее Пользователи Можно вопрос А гвоздику Все-таки Может Лучше Измельчить Немного А я Уже Ответил На этот Вопрос Она Очень Крупная И Жесткая Не Навредит Желудку Нет Не Навредит Желудку Ваша Задача Просто Проглотить Если Вы Ее Чем-то Запиваете И Как Принимать Отдельно От еды Запивать Водой Видите Сколько Вопросов Ответил Вместе С едой Вот Каждая Еда В начале В середине В конце Вы Это Делаете Сформировали Пищевой Комок Допустим Из пищи Положили Туда Одну Гвоздичку Добавили Там 5 Семян Этого Тмина И Далее Вопрос Я Не Поняла Аскариды Вышли Уже После Выхода Из Голода На 41 День Вот Как Раз Голод Был Смотрите Проведен Создались Условия Создались Условия У некоторых Людей Они Выходят Из Там Сколько Там 45 Смотрели Как Сутро Было Голодание Такого Голодания Знаете Вольного Потому Что Сережа Рассказал Вот Так Что Я Голодал Вот Так На Сам Деле Насколько Он Там Голодал Хотя Он Сдал Здорово Сдал Очень Здорово Сейчас Надо Набирать Вес Итак Они Могут Выходить И На Голоди Как У Эдуарда Видосик Есть Да Где-то Как Только Уходит За 20 Сутки У некоторых Могут Даже Это Раньше В зависимости Как Организм Сколько Там Слизи И так Далее И Дальше Дальше Очень важно Если Вы Правильно Начинаете Выходить И Одновременно Вот Как Раз Применять Противопаразитарные Средства О чем Я вам Все Это Рассказываю Что Сделал Сергей То Вся Это Значит Весь Этот Зверинец Из Листов Там И Прочих Паразитов Он Начинает Отмирать То Я Так Понимаю Они Даже Прошли Голодание Голодание Которое Их Очень Ослабило И Вот Думали Сейчас Мы Под Сосем Наберемся Питания А тут Вместо Питания Им Или вернее С минимум Питания Начали Давать Еще Вот эти Вот Жгучие Гвоздика И Тмин Продукты Которые Которые Для них Явились Ядом Им Надо Есть А А куда Есть Когда Душман Такой Стоит И Они Там Дохнут Ну И Еще Знаете Что я Хочу Сказать Дело Понял С чего Все Началось И Можно Было Знаете В зависимости От того Какие Болезни Были Какими Они Как бы Сать Микробами Вызваны И так Далее Можно Было Сейчас Посоветовать То Или Иное А А так Две Две Недели Описывать Ну И Описывай Вот Описывай Все И Вы Зная Как бы Сказать Вот Эту Подноготную Вы Понимаете От Чего Что Идет Особенно Это Важно Для Людей Которые Страдают Онкологией Хотят Вылечиться Я Тоже Говорю Вы Сначала Вот Исследуйте С чего У вас Начиналось Какие Микроорганизмы У вас в конце концов Образовали Опухоль Грибки Там Лишай Там Еще Что-то Еще Что-то То есть Если Мы Не Воздействуем На Вот Эти Вот Микро Эти Паразиты Либо Их Погоняли Этим Этим Самым Антибиотиками Они Разлазятся Во все Места Организма Куда Антибиотики Не доходят И там Начинает Продолжать Размножаться И в конце Концов Это выражается В том Что Там Или Сям Возникают Опухоли Так что Вот эти Вот Аскориды Аскориды Вот Еще Я думаю Все-таки В полудохлом Состоянии Каком-то Они были После После Окончания Голода А на выходе На выходе Добили Потому что Он еще Жалуется На то Что И многие люди Кстати Об этом Рассказывают Что вот Если надавить На область Пупка То Там Ощущается Боль А у него Говорит Целое Как Как Деревянный Живот Был Как Деревянный То есть Настолько Было Все это Уплотнено Знаете Вот этими Клубками Листов Слизью И так далее Что они Там Самое Знаете Вот там Место В котором Наиболее Много Значит Питательных Веществ Они настолько Наплотились Что они Образовали Плотное Образование Плотнейшее И Посасывали Что Организм Его Серджика Нашего Он Начал А ему 37 лет Он Начал Уже Поднимать Пытаться Поднимать Температуру Чтобы Хоть Как-то Пережечь Вот это Все эти Яды Которые Они Выделяли И Грубо говоря Попытаться Их Самих То есть Человек Начал Таять Но Этим Надо Было Заниматься До Того А Сейчас Не И Не Знаний Выход Из Голодания Это Знаете Вот Когда Речка Замерзлая Толстый Слой Толстый Слой Этого Льда То По нему Легко Перебежать Вот Тогда И Надо Этим Былом Заниматься А Сейчас Получается Что Пошел Ледокол Отдельные Льдины И Надо Скакать С одной Льдины На другую Чтобы С берега Болезни Перебраться На берег Здоровья И Дайте Вот Лично Мне Приходится Решать Какие-то Нестандартные Вещи А вот Тут Что-то Сделать А вот Там Что Сделать А здесь Что Сделать Для того Чтобы Более-менее Процесс Оздоровления Шел То есть Не допускайте Себя До такого До такого Не надо Так Далее Что тогда Есть Что тогда Есть Это На густую кровь На густую кровь Что тогда Есть Ну смотрите Давайте Повторим Питаться Кашками Очень хорошо Очень хорошо Горичневая Кашка Питаться Тушеными Овощами Поменьше Масла Питаться Отварными Овощами Знаете Особенно Свекла Хорошо Питаться В летнее Время Значит Свежими Салатиками Сейчас Можно Использовать Яблочно Свекольную Смесь Соков Можно Использовать Допустим Капустные Там Салатики Свежие Да Можно И ту же Капусту Знаете Моченую Там Соленую Но Естественно В дозах Нормальных А не то Что сказали Соленую Капусту Значит Вот такой Тазик Там Сниз То есть Все Это Использовать Даже Все То Что Вы Используете Все То Что Вы Используете Съедать Правильно Съедать Правильно И съедать В той Дозировке В которой Организм Может Справиться С Этой Принятой Пищей Без Увеличения Вязкости Крови Вот Многие Кто Йога Интересовался Они говорят Что Вот Примерно Съедать Пища Столько За раз Сколько У нас В двух Ладошках Помещается Ну Мы же Съедаем Не столько Поэтому И получается Что У нас Все Там Работает Знаете Особенно Вот Эта Пищеварительная Система Она Работает На повышенных Оборотах Потому Что Мы Едим 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 У нас Нету Никаких Как бы Сказать Удовлетворение Чувство Удовлетворения От чего Либо А вот Больше От пищи Пища Покурим Выпьем Если я Проголодаю 11 дней Сухого Голода Можно Будет Не сильно Заморачиваться С выходом А то я Долго С выходом Не могу Максимально 4 дня Посмотрите Вот Это уже Это вопрос Не столько Ко мне Как к своему Организму В первую Очередь Где-то 4 дня Надо Только Подавать Будут Жидкую Пищу Для того Чтобы Насытить Организм Влагой Ему Не пища Нужна Ему Нужна Влага А потом Постепенно В течение Еще Допустим 4-х Дней Это все Зависит От мощности Вашего Пищеварения Это все Зависит От Вашего Возраста Там И прочее Прочее Еще 4 дня Где-то Пища Примерно Будем говорить Полувлажная Какая Примерно Должна быть Грубо говоря И потом Может быть Какая-то Обычная Пища Которую Можно Применять При выходе Из голода А так Я долго Не выхожу Да не надо Так Голодать Вы можете Опять-таки Так себе Навредить Что Больше Этим делом Заниматься Не будете Значит На Видосик Разъездения Дыхания Очищающим Полевую форму Жизни Поступил Вопрос Скажите Пожалуйста Что главное В дыхании Чтобы Было Правильно Правильно В дыхании Это вы Чувствуете Что ваше Тело Начинает Гудеть От набора Энергии Это говорит Что вы правильно Набираете Энергию И далее Далее У вас Должны Появляться Там Или Сям Такие Уплотнения Я их Называю Кольями Что это За уплотнения Как они Ощущаются Они Ощущаются Вот как будто Можете сравнить Когда вы Бегите Ну там В школе Вы бегали И вот Только раз Закололо Там В правом боку В левом боку Вот Вот такое вот И Не можно Даже Дальше бежать Вы останавливаетесь Вот это Как раз То Что вы За счет Того Что у вас Энергетика Возросла Как от бега Но тут Вы не бежите Вы обнаружите Вот этот Кол И надо еще Расслабиться И подышать Для того Чтобы он Лопнул То есть Та энергетика Которая его Эмоциональная Там Или еще Какая-нибудь Скрутила Этот энергетический Сгусток Чтобы ваша Энергетика Поднялась Выше И это Как бы Расплавилось То есть Нам надо Вот такого Состояния Достигнуть Это я вам Объясняю Что это Как-то Расходится И вы Чувствуете Там Может дрожь Пройти Может еще Какое-то явление Еще какое-то явление Либо на следующий день Там сон приснится Еще что-то Еще что-то Но вы Почувствуете Именно Разряд Это Достигается Не за Один раз В некоторых Случаях Надо Очень Хорошенько Потрудиться Для того Чтобы Вылезти Эти кули Но как правило Они начинают Вот сначала Знаете Вот со Скручивания Пальцев Рук И Сгримас Вот настолько Много У нас Эмоционального Хлама В виде Энергетических Этих Сгустков Накапливаться На кистях Рук И на лице Потом Все это Пройдет И все нормально Значит Густая кровь Что можно есть Все в меру А мера какая Кофе Утром В обед И вечером Ну знаете Тогда Кофе Утром В обед И вечером Если вы Принимаете То тогда Это Ну Я не знаю Грамм Наверное По 50 Если вы Так Применяете И утром И в обед И вечером Опять таки Насколько вы К всему этому Привыкли Приспособлены Как вы себя чувствуете Вроде Немного Если конечно По стакану Это будет много Можно так себя Утешать Хотя Признано Что это Легкие наркотики Как и Курение Ну Иногда Знаете Иногда Постараться Делать Так То Отчего Вы получаете Удовольствие Чтобы Вы его получать Получали Но Оно Вам не Вредило Или Вред был бы Минимален То есть То удовольствие Которое Вы получили От того Что вы Пили Кофру Намного Больше Положительной Эмоции Нежели Вы чувствуете Что-то Жало То есть Вот так Вы еще Рассуждаете И в любом Случше Ориентируйтесь На свое Самочувствие Если Вы выпили Три чашки И чувствуете Под вечер У вас еще Давление Начало Подскакивать То значит Надо меньше Вот так А чай Пью Только Иван Чай Кипре Здоровься Ну Нормально Далее Аглисты Дохнут Вышло Огромное Семейство Пользователь Пишет Мы вам Верим Я Всегда Вам Говорю Что Вера Это Дело Хорошее Хорошее Не надо Вот просто Так Доверяем Но проверяем Ваша Задача С помощью Своего Собственного Ума Оценить Информацию Подачу Этой Информации Насколько Она Разумна Насколько Она Там Безопасна Насколько Можно Так Сказать Она Может К вам Подойти И тогда Использовать Вот это Будет Самое Самое Лучшее Ух ты 44 минуты Я уже Вам Рассказывал Самое Лучшее Что Можно Сделать И вот И вот Значит На Голод Выход 41 день Вальдемар Вальдемар Значит Пишет Вспомнился Ему Анекдот Доктор Дайте Мне Таблеток От Жадности Да Побольше Видите Как Ну вот Можно Еще Закончить Закончить На Сергее Он Пишет Что Я Ему Порекомендовал Вот Открываешь Мою Книгу И Смотришь Как Что Рекомендовал Есть На выходе Юрий Николаев То есть Тот Человек Врач Который Создал Школу Советского Голодания Я Имел Ввиду Какие Продукты Чтоб Он Понимал Вот Такие 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 То Продукты Что Он Понял Из Этого Он Пишет У Юрия Николаева Дозировки Пищи Идут 250 Или 500 Грамм А для Меня 150 Грамм Много Не знаю Что Делать Вот Не знаю Что делать Вы понимаете Опять таки Разжев Не в дозировках Делать Не в дозировках А я говорил О том Какие Продукты Попробовал Этот продукт Нормально Подошел Количество Своё берешь 150 100 граммов Вот О чем Речь Вот Постоянно Все надо Как-то Разжевывать Пользователь Опять таки На листе Дох Написал У меня Эффект Противопаразитарный Был После Чистки Печени Лимонный Сок Плюс Оливковое Масло Вот смотрите Если Вы Еще Принимаете Травки По Татьяне Буревой Там Я Уже Рассказывал Какие Травки Там Смотрите А то А что За травки Сейчас Будут Вот То Они Как раз Обладают Еще И Противопаразитарным Эффектом А Сама Чистка Лимонный Сок Это Масло Они Просто Мощно Выталкивают Из печени Желчного Пузыря И дальше Идут Знаете Как Волна С этой Самой Прорванной Плотины По всему Тонкому Кишечнику Толстой И Все это В виде Поноса Все это Вылетает Из вас Вот Соблюдала Всю вашу Методику От и до И еще Эффект Выхода Слизин Наблюдала Наблюдала После Микроклизм С упаренной Уриной Тоже По методике Изложенной Книги Отчищения Организма Благодарю Дорогой Наш Учитель Спасибо Я Дополню Дополню Что Упаренная Урина До 1 Четвертой То есть Вы берете 400 грамм Урины Ставите На плитку Электрическую Желательно Где-то На улице И так Регулируете Силу Нагрева Этой Комфорки Там Чтобы Она у вас Так сказать Медленно Кипела Выпаривалась Не кипела А выпаривалась И остается 100 грамм Пусть 150 грамм Потому что Трудно Все это Дело Как бы сказать Отмерить И у вас Получается Уникальная Жидкость Которая Обладает Мощнейшим Противопаразитарным Эффектом Плюс Она лучше Очищает И плюс Она для организма Знаете Она какая-то Какая-то Неагрессивная Получается Вот в чем Вопрос Ну что Мы с вами Прекрасно Поработали Я наверное Без всяких Этих самых Правок Все целиком Выложу И это Будет Наверное Нормально Потому что Еще Сидеть 45 минут Это все Разбирать Это Многовато Я благодарю Вас За то Что Откликаетесь Проявляете Свою Благотворительность На поддержание Канала И Всегда Оценивайте Мои Видосики Если Они Вам Понравились А тем Более Приносят Пользу Прекрасно Эти Благотворительность А если Нет Я схалтую Значит Дульку с маком